Приветствую! Как мы знаем, с введением военного положения и оглашением мобилизации в Украине был и введен запрет на выезд мужчин из Украины в возрасте от 18 до 60 лет. В этом видео мы разберемся с тем, насколько такой запрет соответствует Конституции Украины и законам Украины. Естественно, как мы понимаем, у этого вопроса есть еще и, скажем так, философская сторона, которая заключается в том, а в принципе может ли государство ограничивать человека в его праве на выезд из этого государства. Но философская сторона этого вопроса останется за рамками этого видео, здесь же мы будем говорить чисто о законодательстве. И использовать я буду сайт Верховной Рады Украины, оставлю, естественно, ссылочки на те нормативно-правовые акты, которые буду использовать, для того, чтобы каждый из вас мог зайти и проверить мои слова. Итак, поехали! В первую очередь мы, конечно, будем использовать Конституцию Украины, и вот в ней есть 33-я статья, которая говорит о следующем. Каждому, кто на законных условиях, перебывается на территории Украины, гарантуется свободу пересувания, свободный выбор места проживания, право свободно оставить территорию Украины за вынятком обмежений, которые установлены законом. Друзья, обратите внимание, что в Конституции Украины закреплено право каждого на выезд из Украины, но при этом указано, что могут быть установлены обмежения, и эти обмежения должны устанавливаться исключительно законом. То есть, никаким другим нормативно-правовым актом, указом президента, постановлением кабинета министров, постановлением Верховной Рады, приказом министра какого-нибудь, не могут вводиться такие запреты. И, конечно же, здесь мы делаем вывод сразу с вами о том, что согласно действующей Конституции Украины, запрет на выезд из Украины может быть установлен. При этом, такой запрет должен устанавливаться исключительно законом. И такой закон у нас есть. И этот закон имеет следующее название. Про порядок выезду из Украины и въезду в Украину громадян Украины. В этом законе сказано следующее. В его первой статье, в первой части первой статьи указано, что громадянин Украины мая право въехать из Украины крим выпадки, передбаченных цим законом, да въехать в Украину. То есть, специальным законом, который принят на выполнение, на введение вот этих ограничений, о которых говорится в 33 статье Конституции Украины, является закон, который вы сейчас видите на экранах. И именно этим законом, как в нем и написано, и только им могут быть установлены ограничения на выезд из Украины. И они установлены. И вот давайте посмотрим, а какие же ограничения установлены этим законом. В данном законе есть статья 6, которая называется «Педставы для темчасового обмежения права громадян на выезд из Украины». И сейчас мы с вами посмотрим, а какие же это основания. Итак, основание номер один. Громадянин обизнанный с ведомостями, які становлять державну таемницю до закінчения термину, встановленного статтею 12 цього закону. То есть здесь мы говорим, соответственно, о людях, которые имеют доступ к гостайне. Следующее основание для ограничения гражданина в выезде из Украины. Стосовно нього, у порядку, предбаченного криминальным процессуальным законодавством, застосовано запобежный захід, за умовами якого ему заборонено выезжать за кордон до закінчения криминального проведения або скасования соответствующих обмежений. Следующее основание для введения запрета. Громадянин засуджений за вчинение криминального правопорушения до отбудения покарания або извильнения от покарания. Понятно, вопросов нет у нас. Следующее основание. Громадянин ухиляется від виконання забав'язань, покладенных на нього судовым рішенням або рішенням інших органів посадових осіб, що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, до виконання забав'язань або сплати заборгованості зі сплати алиментів. Т.е. здесь должно быть какое-то обязательство, да, как мы видим, которое возложено решением суда либо другим органам и, соответственно, до того момента, пока человек не выполнит, мы его не выпускаем. Хороший, кстати, пункт по этому спункту, скажем, многие семьи, многие мамы с детьми смогли вообще добиться получения алиментов, да, потому что, когда, допустим, ни платильщик алиментов не может поехать в отпуск, у него появляется сразу стимул заплатить эти алименты. Следующее основание. Громадянин перебуває під адміністративным наглядом национальної полиції до припинення нагляду. Еще есть одно основание. Він є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, згідно з відомостями з єдиного державного реєстру, наданими відповідно до закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, що не виконує встановленого податковим кодексом України податкового обов'язку щодо сплати грошових зобов'язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постійного представництва нерезидента, податкового боргу в сумі, що перевищує 1 млн грн. Та якщо такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової вимоги, і встановлюється це до погашення суми такого податкового боргу, у зв'язку з яким таке обмеження встановлюється. Здесь все понятно, да, то есть, если иностранные какие-то предприятия у нас есть, и если у них есть задолженность в Украине, да, по налогам, то их не пропускают. И вот вопрос, друзья. Один вопрос. А где же здесь ограничение на выезд из Украины во время военного положения? Вы его увидели? Нет. И не увидите, потому что его в этом законе нет. А напоминаю, согласно этого закона, только в нем может быть установлены ограничения на выезд из Украины. Да, и справедливости ради, конечно, еще мы скажем, что есть статья 9, которая называется «Обмеження на выезд из Украины змеркувань безпеки громадян». И тут написано, друзья, это не издевательство. Да, вот такая статья, которая говорит, что мы можем запретить выезд гражданам Украины, исходя из соображений их безопасности. Но мы говорим о тех случаях, когда в какой-либо другом государстве возникла чрезвычайная ситуация, вследствие которой может быть в том государстве опасность, то мы в этом случае граждан Украины можем не выпускать в это государство. А когда опасность возникла в Украине, ну вы поняли, да, но это такое, как издевательство уже, можно сказать, в данной ситуации, да. То есть, когда опасность у нас, мы тоже тебя не выпустим. Ну, логика железобетонная у нас здесь. Да, и еще что хочу сказать по этому закону. В этом законе установлен перечень документов, которые нужны человеку для выезда из Украины. И вот здесь у нас есть, посмотрите, статья 2, которая называется «Документы еще дают право громадяныну Украину на выезд из Украины и въезд в Украину». И вот здесь указано, что такими документами есть паспорт гражданина Украины для выезда за границу, да, загранпаспорт известный нам, дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение лица на возвращение в Украину. И вот у меня вопрос, а где вы здесь увидели справку МСЭК о том, что есть инвалидность? А где здесь указано про свидетельство о рождении? А где здесь указано про контракт с ВУЗом? А где здесь сказано про справку для выезда за кордон, которую дают ТЦК? Их нет. Их просто нет. Конечно, вы можете сказать, подожди, а есть же еще указ президента, в котором введено военное положение, а есть же еще закон о правовом режиме военного положения, может же там есть такие основания для запрета, может там сказано, что гражданам Украины запрещено выезжать из Украины во время военного положения? А нет. Нет, друзья. Этого не сказано на сегодняшний день ни в одном нормативно-правовом акте. Нигде нет запрета на выезд мужчин из Украины во время военного положения. И вот она должна быть здесь. И мы, кстати, с вами знаем, что один из законопроектов, который там 74-84, предложил вынести изменения вот в этот закон, который мы сейчас видим с вами на экране. Закон про порядок выезда из Украины и выезду в Украину громадян Украины. Было предложение внести соответствующие изменения. И их, эти предложения, до сих пор, как мы видим, не приняли. И на сегодняшний день любой запрет на выезд из Украины на тех основаниях, которые не предусмотрены в 6-й части, 6-й статье данного закона, являются незаконными и, по сути, неконституционными. Правда, это не мешает на сегодняшний день по гранслужбе запрещать выезд студентам и многим другим категориям граждан Украины. Друзья, вот такая ситуация, она достаточно печальная. И мне, как юристу, здесь печально то, что государство, которое в первой статье Конституции Украины зафиксировало, что оно является правовым, нарушает эту же Конституцию Украины. И на самом деле здесь же вопрос чисто технический. То есть вы могли показать людям, что вы придерживаетесь Конституции, вы придерживаетесь законодательства, и быстро, достаточно быстро можно было провести через Раду соответствующий закон, внести изменения в текущий закон, в закон про порядок выезда и въезда в Украину граждан Украины, добавить одну единственную строку, в часть шестую добавить одну строку гражданам Украины от 18 до 60 запрещается выезд из Украины за исключением случаев, предусмотренных, не знаю, там, законом. Вот так могла звучать эта фраза. Внести эту фразу и показать всем, что, друзья, мы, вот есть Конституция, есть закон, мы делаем все согласно Конституции и закону. Окей, никаких вопросов, да? Ну, разве что философские там вопросы бы возникли. Но меня вот что в этой ситуации вообще убивает, что вот просто наплевали. Говорят, да зачем нам менять законодательство? Ну, мы и так запретим. Зачем нам что-то менять, если мы и так можем запретить? Вот просто, вот по щелчку пальцев, кто-то кому-то позвонил, сказал, запрещаем. И все, и запретили. Вот это убивает в этой ситуации больше всего, конечно. Друзья, если считаете, что данное видео было вам полезным, была полезная информация в нем, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях и подпишитесь на мой YouTube-канал. И, кстати, подпишитесь на Telegram-канал. Ссылочка есть в описании. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok